Ты не поверишь, но глава Роснефти Игорь Сечин критикует капитализм. Он заявил, что, значит, чтобы текущий кризис не стал глобальным, необходима координация между участниками экономической системы, что ограничения, заложенные в существующую модель капитализма, не позволяют найти выход из текущего энергокризиса и других современных вызовов. Да, кризисная ситуация, которая сегодня сложилась, началась распространяться на другие отрасли. Он привел в пример Китай, который обеспечивает 90% мирового производства магния. И вообще он его ставит в пример, что там при доминировании коммунистической партии Китая не сумели сохранить рыночные институты, которые работают эффективно. Об исчерпании современной модели капитализма как экономической системе до этого говорил Путин. Откуда ножки-то растут, да? Значит, он заявил, что действующая модель больше не позволяет найти выход из клубка все более запутанных противоречий. И, значит, вообще Сечин тоже говорил про то, что складывается кризис на рынке различных отраслей. И производители начинают сами выбирать, кому отгружать товар. Выбирает для себя несвойственную роль регулятор рынка. Ему, видимо, завидно. Я не знаю. Слушайте, вот эта тема заявлений Путина и вот эти свежие выступления Сечина это никакая не ситуация, где они прозрели и увидели реальность, которая нас окружает. Это просто левый популизм в условиях, когда запросы на социальную справедливость, на вот эти идеи социальной справедливости в обществе все больше и больше имеют спрос. Чиновники и политики, особенно провластные, пытаются, конечно, в первую очередь на этом играть, как-то манипулировать сознанием общества, втереться в доверие, что, на мой взгляд, абсолютно не получается, потому что каждый гражданин понимает, что за этими заявлениями не будет никаких действий абсолютно. Это все останется просто на словах. Болтали, набрали каких-то политических очков, и вот эта зажатая физиономия уж точно не поменяет курс, которым сегодня развивается крупнейшая нефтяная компания нашей страны, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире по производству, по добыче и продаже нефти. И очевидно, что вот это восторгание господина Сечина Китаем, оно весьма условно, потому что с такими, как он, в Китае поступают максимально жестко. И если китайское правительство или коммунистическая партия Китая узнает о закупке икорниц или ложечек, или каких-то там, что там они покупали в свои вертолеты за такие баснословные суммы, или, может быть, размер вот этих премий, вот этих парашютов, которые они тут получают в миллиарды исчисляемые, конечно, за это к черту матери переговорят в Китае к высшей мере наказания, и сделают это суд, и сделают это абсолютно легально, потому что, ну, как говорится, есть за что спрашивать. Поэтому это все очень красиво на словах звучит, но на деле это просто попытка отвлечь людей от той реальной картины, которая сегодня происходит в нашей стране. Какая картина? Что действующая элита, политическая элита, да, система управления не способна управлять нашей страной. Оно вошло в масштабный системный кризис, не только экономический и финансовый. Это кризис управления, это кризис кадров, это идеологический кризис. То есть они изживают себя, они уничтожили социальные лифты, они разрушили, не знаю, обратную связь и возможностью как-то, не знаю, обществу влиять на эти процессы. Они полностью себя дискредитировали, и в условиях этой ситуации нужно как-то, хотя бы как-то пытаться выправлять отношения к себе. И самое масштабное, что они могут, это вот, значит, говорить о том, что капитализм плохой. Ну, плохой откажитесь, у вас есть опыт, да, возьмите из Советского Союза лучшее, там было очень много хорошего, даже по их мнению, да, а на деле-то действительно есть бесценный опыт, и в первую очередь опыт социальной поддержки граждан. Национализируйте предприятия, дайте контроль трудящимся, да, контролируйте, смотреть справедливость расходования всех этих, значит, всех этих общественных благ. И в этом случае вы увидите эффект незамедлительный. Вложитесь в науку, вложитесь в образование, вы увидите в долгу, это будут кратные увеличения, да, вам отдача будет просто удивит всю эту власть. Но они на это не заинтересованы, напротив, они снижают нагрузку на грунт, мы видим, как наша страна вымирает вот этими сложными, хитрыми, социально-экономическими приемами, механизмами, и этот процесс усугубляется, да, и, к сожалению, с каждым днем нарастает. Кто за это виноват? Ну, в частности, вот этот господин, он один из руководителей нашей страны, он один из тех, кто использует свое положение не для того, чтобы служить людям, не для того, чтобы делать жизнь гражданам лучше, а для того, чтобы сохранить с собой его кресло. Почему? Потому что оно невероятно, просто баснословно прибыльно для них, для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok